Всем доброе утро! Шесть утра Закрыти Делаем кофе Все, ждем и идем мыться Кофе заварился Лицо мы помазали кремом Всякими эссенциями и так далее Говорю тихо, потому что ребенок спит Шесть утра Сейчас будем наслаждаться Кофе и одиночество Кратковременно Просыпаемся И наслаждаемся Так, сколько времени у нас? Уже пол восьмого Так, сегодня уже вообще-то вторник Вторник Семнадцатое Так, вот у нас тут Ребенок спит Темочка Подъем Так, у нас за окном Сегодня поручная Владимир Чаек готов, Тема Шкалчик Картины для настроения летней Сама хочу поспать в такой комнатке Поехали 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 Ставайте Что-то знали, кто едет Так, паркуемся и выходим, так сказать, в кусты. Ничего не забыть, до свидания. Ну, выходи в другом месте. Входим в кусты. Оп! Вот кусты, а вот я. Вот, смотрите, какой парк у нас чудесный. Какой парк! Шикарно! Все-таки зонт как-то. Да ты что! А, ты что? Где? А! Вот Аленка пошла. Зонтика. Вот это наша кафешка, вот мы утром приходим, берем кофеек, а вот что у нас тут есть. Большой ассортимент, но никто чего-то не подходит. Вот сам зал. Два американа. Здрасте. Да, два американа, пожалуйста. Здесь всякие салаты, а в туалет. Шевчук поет в сутрицах. Всем добрый вечер. Вот я уже дома, закончился рабочий день, я сходила в Акель. Ребенок дома делает уроки, как может. Так, что я в Акее купила? Вообще-то я сходила в Акель только ради зубной нити. Ну, не могу я без нее. Что же я купила? Ну, во-первых, вот такой салат. Я его очень люблю, потому что, ну, стол вот сейчас очень дорогой, 100 рублей, 109 рублей. Вот. Просто очень удобный. Ребенок только его, как бы, ест, грубо говоря, потому что он жесткий такой, свежий всегда. Дальше. Второй раз только покупаю грузинский какой-то шашлычный соус. Ну, он не из дешевых, я так понимаю, и хороший состав. Так. Хороший состав. Тут вода, томатная паста, ну, опять же, сахар, соль, чеснок. Ну, я думаю, там меньше всяких примесей непонятных химических. Вот. Только ради ребенка, потому что он многие вещи, вот, любит кетчуп. Так я ему сама делала кетчуп из томатной пасты, но этот, наверное, вкуснее. Так, вот опять я покупаю такие шницели куриные. Вот. Чистое мясо, да, оно тоненькое, отбитое, как бы. Но почему так дешево, я не понимаю. Ну, просто. Ну, 91 рубль, вот сегодня акция в ОКЕ, 91 рубль, два здоровых шницеля. Я не знаю. Вот взяла. Я делаю в духовке, очень вкусно, очень мягко. Дальше я взяла вот такие порции филе хека. Я сама рыбу, как бы, не ем. Вот. А ребенок очень любит. Я либо для школы вот так булочки, или между булочками класть. Ну, короче, он очень любит. Это либо просто на ужин. Так, дальше такие творожки с печеньками. Ну, это детские вещи. Растишка. Я с детства его не покупала, но что-то так захотелось. Думаю, как маленький десертик. Просто ему вечером чего-то хочется, а пусть поехали. Так. Ну, конечно же, яблоки. Яблоки. Сколько тут килограмм? Ну, наверное, около, да, 866 грамм. Это я люблю яблоки, я без них не могу. То есть дома у меня всегда должны быть яблоки. Я сразу съедаю по два, по три яблока. Не знаю, к чему это. Это все же так было. Бедно. Вот такие хлебные хлебцы, так скажем, да. Хлебцы цельнозерновые. Зерновые, овес и лен. Они очень мягкие, очень тоненькие. То есть тут видны даже семечки. Какие там? Овес, лен. Очень вкусные. Можно между ними вот так их как бы раздвинуть, да, и между ними положить там сына или колбасу. Дальше для себя паштет с таким хлебушком. Паштет из индейки. Иногда покупаю для себя. Так, карбонат или что это такое? Ветчина. Короче, ребенку в школу. То есть я вот даю, делаю такой два хлебца. Между ними кладу сырокусочек. Вот взяла. Такой финский по цене более-менее подходящий. Все равно это все не сыр. Вот. И зачем переплачивать? И кладу кусочек там ветчины или колбаски. И прикрываю. Да, и хорошо бы еще и зелень. Кладу туда. И вообще будет шикарный перекус. Так. Все. А, ну и вот самое главное, на чего я шла, это дубная нить. Это какая-то игрушка, естественно, магнитик. И вся покупочка у меня вышла на 1882 рубля. 1800, то есть 2000. Что тут на 2000? Ну вот это дорогая штука, да? 300 с чем на рублей. А так все недорого. 324 рубля это нить. А так все по 100, по 150, там карбонат 150, рыбные эти самые порции, там, эсфире 150, 160, сыр 175. Сейчас я буду готовить ужин. Ребенок мой уже пообедал, так что мне нужно что-то поесть. Вот, разбирать это все. Побыть там посуду, если что, если он оставил. Вот. Ну, может быть, я еще и вернусь. Поболтаем. Вот, в принципе, сегодня ничего такого не было экстраординарного. Ну, еще поболтаем, просто вечером попрощаемся. Всем привет. Ну, вот я не хотела выходить, потому что я уже такая по-домашнему. Вот, разобрала сумки. То, что в окее. Ну, даже не знаю, о чем поболтать. В принципе, мой день, ничего такого замечательного не было, примечательного. Спина у меня практически проходит. То есть, вот, где-то полгода назад я тоже сорвала спину. И буквально три дня мне хватило. Я, конечно, найс принимала и помазала. Вот эти копчик коясницы тоже мазала два раза кремом. Вот. Я дома сейчас будем, я сейчас покушаю. Ребенок мне даст уроки посмотреть. Сегодня надо учить поэму курган. Алексея Толстого. Кстати, я не думаю, что он был Толстой. Вот. По литературе. Будем перекрывать тройки все пятеркой, чтобы вышла четверка. Я надеюсь, так не будет, как по истории, что тройку исправил на двойку. Вот. Учится мой сын в шестом классе. Если кто смотрит это видео первым. Первое видео. Небольшого числа моих блогов. Вот. И у них с самого сентября, с первого сентября не было учителя. Учитель ушел и не пришел. Хороший был учитель. Очень такой строгий, такой основательный. Вот. Учительница. И вот они ждали, ждали и дождались 25-летнего мальчика, учителя, сразу, который пришел после института по литературе и русскому. Но пока мне нравится, потому что есть четкие задания. Во-первых, мне нравится, что есть четкие задания. То есть, если какая-то тема, то он и домашнее проверяет, и ставит главную оценку за домашнее задание, что радует. Потому что дома, как вы сами понимаете, мы все правильно сделали. Вот. Ну и надо учить стихотворение. Вот будем... Один он, ребенок, может учить. Он говорит, мама, давай с тобой учить. То есть, я проговариваю с выражением. Он запоминает, со мной повторяет. Все со мной. Не знаю, как отучить, чтобы уроки делал сам. Все только со мной. Что еще? Ну, поработала. Я работаю с шикарным графиком, с девяти до четырех. Ездим со своей сестрой. Я ее устроила к себе на работу помощником. Взяла я бухгалтер. Главный бухгалтер веду там пять фирм. Вот. Ну, с одним и тем же... Ну, с одним и тем же директором, можно так сказать. Мне нужен был работник, помощник. И как раз она тогда искала работу. Старшая сестра. Но она всю жизнь работала в банке, в кредитном отделе. И я ее стала приобщать, объяснять 1С, показывать, что такое документы, что такое отгружать, приходовать и так далее. То есть, она все делает первичку, если кто-то понимает. Бухгалтера меня поймут. А я уже все свожу и сдаю отчетность, рассчитываю зарплату и так далее. Отчеты всем. Вот сейчас отчетов прибавилось. Но сейчас такая проблема, то что у нас 1С была файл. И сейчас мы купили фирме 1С, значит, вывели ее на сервер 1С. И у нас были надстройки свои, собственно. И эти надстройки все полетели. И вот у меня администратор системы сегодня, ну просто полдня сидел, выискивал, как, что, как надо. Впрочем, не знаю, сегодня вечером я его оставила. Говорит, давай до завтра, потому что как работать без надстройок, я не знаю. У нас очень, как бы, деятельность такая не одна. То есть мы ведем и продажу концтоваров, и розницы, и опт, и электрооборудование, и промышленное оборудование, и строительство, и ремонт. То есть, ну, все, 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 что может быть. Даже уже на маркетплейс заезд. Что я не то, что боялась, не хотела с этим связаться, а пришлось. И никто, главное, никто ничего не знает, никто ничего не разбирается. Это мне надо было сесть, почитать, разобраться. Вот. Вот теперь и сижу. То есть никто, все лапки сложили, никто не хочет ничем заниматься. Никто не понимает. И в итоге, кто понимает, тот и делает. А кто понимает, кто разобрался, кому это надо. Потому что им отчеты не сдавать, отчетность, а сдавать нет. Вот. Ну, ладно, будем завтра думать, что там. Может быть, все получится у него. Надеюсь. Будем держать в кулачке. Работаем до четырех. Ну, потому что директор вообще говорит, можете дома работать по удаленке. Ну, мне просто удобно. Там все бумаги, вот, всего. Вот. Несколько организаций и несколько, так скажем, систем сдачи отчетности. Да, там, и СБИС, кто понимает, кому интересно. И контуры, и в 1С. Ну, очень всего много. И поэтому куча флешек, то есть этих ЭЦП-шек. Пять-шесть штук. Ну, то есть это надо быть в офисе. Просто удобнее в офисе. И вот я не договорила, я устроила свою сестру, у меня помощники. И теперь, так как у меня права есть всю жизнь, да, с молодостью, так скажем, там, 25 лет, там, не помню уже. Но я никогда не водила. Вот даже меняла недавно, потому что у меня уже, так скажем, засорник. Меняла уже права, потому что надо было. И с гордостью подходила, показала, что у меня ни одной аварии не случилось, потому что я просто не сидела за рулем. И так как она рядом со мной живет, практически, она заезжает за мной и отвозит домой. То есть все очень удобно. Называется устроилась. Ну, в принципе, и вот как мой день прошел. Все вы увидели, наверное, раз досмотрели до конца. Сейчас будем делать уроки. Выдохнуть, успокоиться, не переживать. Потому что все это исправимо. Главное, как я уже вчерашнем Боке говорила, главное это здоровье. Правильно, и тогда будет и настроение что-то делать, и мотивация на новые. И спортом захочется. Вот сейчас спина у меня пройдет, и я, наконец, пойду на спорт. Потому что я очень люблю заниматься спортом в клуб. Ходить спортивный. Хотя я не спортивный человек, я никогда с этим не сталкивалась. Но вот я люблю там походить, побегать, потом в тренажерку. И ребенка туда устроила. Так что я вам сниму даже оттуда, постараюсь. Вот. Если дадут мне, ну, чего не дадут. Себя буду снимать. Так что до новых встреч. Завтра увидимся, я надеюсь. Мне несложно снимать. Утром я встаю рано, утром я много успеваю. Вот. А вечером монтирую и уже выкладываю небольшие ролики. Это только начало, надеюсь. Вот уже последний мой крайний ролик. Даже есть просмотр. Там не один-два человека. Один из которых я, наверное. Вот. А уже накапливается. Ну, я уже в таком домашнем виде. В теплом халатике. Сейчас хоть и топят, но я приоткрываю окна, чтобы хотя бы свежий пыль. Не супы. Все. Всем тогда до свидания. До завтра. До новых встреч в эфире. После работы отдыхайте, кушайте. Если какие-то дела, отложите лучше на выходные. Все вы успеете. Не надо делать несколько дел сразу. Прямо вот до конца, до предела. И все вы успеете. Главное равновесие найти. Ну, всем пока. Всем до свидания. До завтра.